Нагорная проповедь Но я хочу немного вернуться к предыдущему уроку, чтобы мы вспомнили, о чем идет речь На последнем уроке мы изучали молитву «Отче наш» и говорили о посте И в том и в другом случае то, на чем ставил акцент Ишоа, это то, что делает наш пост и нашу молитву наиболее эффективной перед Богом Это не красивые слова, а сам молящийся, который предстает намного более важным, нежели произносимые им слова Что в сердце у человека, который молится, зачем и о чем он молится, перед кем произносят молитвы Эти вопросы оказываются намного более важными, чем сами слова И речь шла о том, что если мы молимся или постимся лишь для того, чтобы остальные увидели это То пост и молитва теряют всякую ценность Пророк Исайя также поднимал это в 58-й главе Он пишет о посте и молитве практически те же слова, но Ишо идет еще дальше и расширяет этот вопрос Он говорит, что если вы будете молиться и поститься перед Богом не с многословностью, а с многими добрыми делами То Бог, видя тайное, то, что у вас внутри сердца, даст вам в ответ И вы станете источником света, прогоняющим тьму Ишо продолжает и говорит, что цель в том, чтобы получить награду от Бога, а не от людей Чтобы Бог дал нам благословение Люди не могут благословить нас так, как это может сделать Бог То, что Бог способен сделать за секунду Весь мир не сможет совершить И за вечность Бог может исцелить и те недуги, что врачам не под силу То, что Бог может дать и взять Ни один человек не может дать или взять Вот почему в 19 стихе, развивая эту идею, Ишо продолжает учение и говорит Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют И где воры подкапывают и крадут Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют И где воры не подкапывают и не крадут Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет И это правило Суть его в том, что ваше сердце будет именно в том месте, где находятся ваши сокровища Это очень важно Мы это слышим, мы этому учим, мы это провозглашаем Но правда в том, что практически все, и я сам тому не исключение Практически все, кого я знаю, живут с этой проблемой Если у нас нет какого-то небольшого сокровища в банке Или какого-то украшения, которое бабушка оставила нам в наследство Мы чувствуем себя недостаточно уверенными Нам становится трудно спать Мы слишком переживаем, что будет, если вдруг Что случится Мы забываем, что наши жизни в руках у Бога Мы забываем, что наша жизнь зависит от Божьей милости И Он может взять сильных И в одно мгновение ослепить их глаза И они станут куском плоти, гноящейся в могиле Наша уверенность должна быть не в вещах, которые есть у нас Не в наших банковских счетах Не в наших домах или машинах И даже не друг в друге Наша уверенность должна быть только в Боге Он дает жизнь всякой плоти Он дает хлеб всякой плоти Ибо вовек милость Его Так молится каждый еврей, произнося молитву после приема пищи Он говорит эти слова Цитирует из псалмов Бог дает хлеб всякой плоти Почему? Ибо вовек милость Его Поэтому Он говорит Не помещать сокровище в то место, откуда воры могут его украсть Где ржавчина может пожрать его Где моль может съесть ваши носки Поместите сокровище ваше на небесах Нам, наверное, трудно поверить, что на небесах есть сокровище Но, когда мы читаем Тару и пророков Мы читаем, что у Бога есть книги Моисей говорит Богу Сотри меня из своей книги Это значит, что у Бога есть книга и ручка Он может писать А на другом конце, очевидно, у ручки есть и резинка Ведь он может также и стирать Это то, что мы обязаны помнить Это то, что нам нужно занести глубоко-глубоко в наше подсознание В наши мысли, что в конце концов мы в этом мире находимся лишь краткое время Даже сто лет Это короткое время После этого мы во веки и веков будем или с Богом в благе Или в аду возле Это учение, которому учит Ешоа Учит иудаизм, учит Танах, учит Тара Есть день суда Бог будет судить всякую плоть И мы, все без исключения, должны будем дать отчет Банковский счет никогда еще не спас от смерти И золото и серебро еще никого и никогда не спасали от смерти и от ада Даже если вы католики и решили, что можете заранее на земле купить себе место в раю Такого учения католической церкви Вам это не поможет На самом деле такого нет У Бога есть книги и Он производит счет Он производит счет и поэтому Ешоа говорит в 19 стихе 6 главы от Матфея Полагайте сокровища ваши на небесах, а не на земле Там ни моль, ни ржа, ни воры не разрушат и не украдут у вас Есть еще один очень интересный текст Он в 5 главе послания Иакова Там Иаков говорит нечто невероятное Он говорит Ржавчина вашего золота будет свидетельствовать против вас в день суда Но ведь мы знаем, что золото не ржавеет Этот металл не поддается ржавчине Это не железо, не сталь Оно не ржавеет Так что эти слова Иакова на самом деле ироничны Они отсылают нас к словам Ешоа Здесь, в этом тексте Он говорит богатым Ржавчина вашего золота будет свидетельствовать против вас в день суда А Ешоа говорит, чтобы мы хранили свое сокровище в безопасном месте Потому что там, где находится наше сокровище, там будет и наше сердце И молитва, и пост, и добрые дела, и милостыни, которые не от сердца, не имеют никакой ценности для Бога Это значит, что вы делаете все это лишь для того, чтобы другие люди говорили, как вы щедры Это вам не поможет Вы получите почитание от людей, а не от Бога 22 стих Светильник для тела есть око Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло 23 стих Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь у нас есть два понятия Светлый глаз и темный глаз Хорошо На Ближнем Востоке мы знаем, что такое злой глаз Когда я был ребенком, и мои родители не были верующими, они прокололи мне дырку в ухе Они сефардские евреи, воспитанные на болгарской, турецкой, греческой культуре Так вот, они сделали мне дырку в ухе и повесили серьгу с бирюзой против сглаза Правда, это не очень помогло на самом деле Но злой глаз – это когда человек желает другому человеку злого Завидует ему, ненавидит его Хочет, чтобы ему было плохо Посылает ему проклятие У него становится темно в глазах, когда кто-то другой преуспевает Это злой глаз А добрый глаз Называют свечой или светом для всего тела Добрый глаз Освещает все тело Добрый глаз – это когда человек желает другим благословения, успеха И не смотрит на других, сетуя Почему у них есть что-либо, а у меня нет Почему они купили, а я не могу Зависть Это и есть смысл доброго и злого глаза На Ближнем Востоке мы очень хорошо знакомы со злым глазом А вот с добрым – меньше И Иешуа говорит, что наш глаз очень важен Наш глаз – это то, как мы смотрим на мир вокруг нас Это то, как мы оцениваем, что происходит вокруг нас Как мы относимся к миру вокруг нас Мы благословляем его или проклинаем и завидуем Вот что значит плохой и добрый глаз Иешуа говорит, если у тебя злой глаз То все тело твое будет темным Всему телу будет не хватать света А когда нет света в теле, в жизни То тьма властвует Насколько это плохо, когда человек радуется не за кого-то И не за что-то И не из-за своих отношений с Богом А из-за того, что есть или чего нет у других людей Из-за того, как Бог благословляет или не благословляет ближнего И почему Бог не благословляет его самого, как остальных Это злой глаз Нам нужно иметь добрый глаз Радоваться радости других людей Павел говорит почитать других больше себя Есть люди, которые почитают себя даже больше своих собственных детей и супругов Это не то, чего от нас хочет Бог То, что Бог хочет от нас Так это, чтобы мы радовались Его радостью Чтобы мы радовались радостью нашего ближнего Нашего брата, нашего друга, нашего города, нашей страны Той радостью, которая радует мир вокруг нас Вот это добрый глаз Глаз, который прежде всего смотрит на Бога Глаз, который смотрит на мир вокруг себя И в каждом человеке видит образ и подобие самого Бога Видит дочерей и сыновей Бога И тогда нам самим будет намного лучше на сердце Ишуа продолжает учение И мы также продолжим изучение на следующем уроке Но прежде чем я завершу этот урок Я хочу немного вернуться назад Вы видите, что есть некая форма Программа в словах Ишуа Он начал Нагорную проповедь словами о том Что пришел не нарушить Тору, а исполнить ее И тогда он говорит, что кто нарушит одну из сих заповедей И научит этому других Тот наречется малейшим в Царстве Небесном А тот, кто исполнит и научит других Налечется великим в Царстве Небесном Потом он обращается и говорит Что если ваша праведность не превзойдет праведности Книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Божье Это принцип, это основа А потом он начинает объяснять детали Он берет заповеди Торы И говорит, есть люди, которые объясняют это так Например, заповедь «Не убивай» означает, что можно бить человека так сильно, как только хочешь Главное при этом не убивать его Это означает не убивать То есть до тех пор, пока он не умер, бить можно «Не прелюбодействуй» означает, что можно делать все, кроме самого акта прелюбодеяния, кроме, собственно, секса Ешо говорит «Нет, не убивай, значит, даже не приближайся к убийству Не допускай ненависти к брату, не сердись на брата своего «Не прелюбодействуй, значит, даже не смотри на женщину» То есть Ешо не дает новую Тору Он смотрит на всю Тору и говорит, что в Торе есть несколько мест, где упоминается блуд и прелюбодеяние И если мы посмотрим на все эти места, то мы поймем, что «Не прелюбодействуй» — это не только сексуальный акт Потому что написано «Не прелюбодействуй глазами» и «Не прелюбодействуй сердцем» Об этом написано в Исходе, в числах 15 главе, 37 стихе, 38 и 39 Эти вещи находятся в Торе И Ишо говорит нам «Господа!» Правильно смотреть на общую картину, а не только на отдельную заповедь И толковать ее минималистическим образом Нужно смотреть на заповеди в общем И понимать, какой смысл Тора вкладывает в каждую заповедь Какой смысл в законе? Что имел в виду законодатель, когда устанавливал определенный закон? Ишо не нарушал Тору Он расширил толкование всех заповедей, собрав воедино все тексты относительно той или иной заповеди То же самое относительно развода, относительно мужа, который разводится со своей женой И то же самое относительно всех заповедей И потом он обращается к обществу Как мы молимся все вместе, как мы постимся все вместе, как мы смотрим на окружающий нас мир Где находится наше сокровище в этом мире Или же наше сокровище находится у Бога в безопасном месте Наше социальное поведение по отношению к окружающему миру Вот что его интересует На следующем уроке мы изучим новые аспекты, которые раскрывает Ишоа в Нагорной проповеди Своим слушателям, а также и нам А пока всего вам хорошего, всех благословений и продолжайте учиться Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля Ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишоа А также передать свежее послание из Сиона Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.gazis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова